Всем здравствуйте! Все больше пар с большой разницей в возрасте можно заметить каждый год. Но все ли приверженцы искреннего чувства и как им ощущать себя, когда партнер выглядит как отец, а порой и как дедушка? Мария Лемешева и Никита Михалков были в романе практически 10 лет, но есть вероятность, что больше, так как они не афишировали свою жизнь совершенно. Несколько лет назад у Марии родилась дочь Марфы, имя отца, конечно же, скрывается до сих пор. Но журналисты не дремлют и выяснили, кто счастливчик, буквально сразу же. И, конечно, это оказалась известная персона, Никита Михалков. Они познакомились на одном из кинофестивалей, и Мария отправилась туда для интервью, как истинный журналист. Она очень красива и, конечно, не осталась незамеченной, на тот момент она была замужем. Но это не помешало ей флиртовать со звездами, и уже в тот же вечер они уехали вместе с Никитой. Благодаря этой связи у нее сразу началась налаживаться работа, и она часто появлялась практически везде. После рождения дочери ее жизнь сильно поменялась. Она стала богата, знаменитой и очень успешна. Сейчас пара не находится в отношениях, и самое удивительное, что знаменитый режиссер Никита Михалков не спешит во всеуслышание признать свою дочь от Марии. В настоящий момент Мария Лемешева – светская персона, ведущая на телевидении, настоящая звезда. Мария является обладательницей прекрасной квартиры в центре Москвы. У нее элитные автомобили и все атрибуты красивой и роскошной жизни, которой стремятся многие. Удивительно, но есть ли связь у Михалкова с ведущей красавицей Марией Лемешевой? Или это все предрассудки злых языков, и прекрасная Мария так умна и обаятельна, что смогла везде пробить себе дорогу, даже не пользуясь привилегиями отношений с Никитой? Успех приходит к тем, кто много трудится, но к тем, кто вовремя появляется там, где есть деньги и связи, он приходит в первую очередь. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok